Один из жителей дома номер 34 по улице Маршала Жукова сегодня в сеть выложил видео, где четко видно, как из его крана в ванной течет темно-коричневая вода. В чем же проблема? Мы приехали разобраться. По словам Александра, борьба за чистую воду продолжается уже не 5 и не 10 лет. Питьевую они покупают, а та, что течет по трубам, портит технику, да и мыться в ней, мягко говоря, неприятно. Мы решали своими силами, то есть мы устанавливали фильтры, устанавливали какие-то специальные, я несколько фильтров поставил и на холодную, на горячую воду. Иногда это помогает, то есть до какого-то времени, когда один раз-два случилось, эта грязная вода идет, естественно, она забивает полностью все и приходится часто менять. Ну и не получается. Так часто меняется, соответственно, просто вода грязная идет. Речь идет о решении проблемы своими силами. Мы, естественно, со своей стороны писали в Добродел. Я лично писал в Добродел несколько раз. К Александру приехали представители администрации округа, чтобы разобраться с проблемой вместе. То качество воды, которое вы показали в своем ролике, это, конечно, нонсенс. Такого не должно быть. Но хочу сказать, что вы правильно абсолютно отметили, что этой проблеме не год, не два, не пять, не десять, а на самом деле даже не двадцать. Отчистные сооружения, которые питает этот район, это ВЗУ номер один. Им больше 50 лет. Они 68-го года постройки. Соответственно, там нет системы, которая бы очищала. Сейчас работы на водозаборном узле номер один идут полным ходом, но тем не менее он продолжает функционировать. К концу 2021 года здесь появится новая станция отчистки, которая избавит около 20 тысяч жителей от проблем с грязной водой. Примесей в воде уже не будет. Вы абсолютно правильно говорите, что вопрос нужно решать локальный. Локальный вопрос решается промывкой системы. То есть у нас каждый год должна проводиться промывка системы. В этом году эту промывку системы в обязательном порядке проводили по этому микрорайону. То, о чем вы говорите, вернее всего, что как раз у вас неделя была, когда вода туда-сюда скакала, это как раз была промывка. Мы ее проводили весной. Видимо, за эту промывку не все удалось вымыть. Соответственно, сейчас управляющая компания работы ремонтные проведет, о которых она написала на подъезде. И дадим ей поручение, чтобы она еще раз промыла всю систему и эта промывка была еще более интенсивной. Удалось договориться. После завершения ремонтных работ, которые проводятся сейчас в этом доме из-за прорыва одной из труб, управляющая компания и представители теплосети, которые сейчас выполняют функцию водоснабжения, совместно проведут процедуру повторно. Возможно, даже неоднократно. Наша ресурсно-водящая организация готова вам в этом помочь. Если какая-то там нужна дополнительная бригада, техника, мы можем ее предоставить, но я думаю, что у вас у самих вас начальники все есть. У нас, в принципе, достаточно. Поэтому давайте, организовывайтесь на следующую неделю, ремонтные работы завершайте и промывайте, чтобы у жителей не тепло такое из крана. На данном этапе проблема устраняется, но кардинально она разрешится только после завершения работ на водозаборном узле. Какое-то время придется подождать.